Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, диско Элизиум. Продолжаем наш поход по задамбью. Нет, погодите. Зачем это? Заречье? В общем-то, да, после прошлой серии, знаете, со мной такой небольшой коллапс случился, я просто прекратил записи, потом сидел и думал, как же так это все получилось. Не знаю, вот почему-то именно вот этот факт, что он утопил свою кино, меня очень сильно подкосил. Нет, я в нем не разочаровался, я просто подумал, как он до этого дошел, до чего я в жизнь довела. Шлакобетонные блоки, покрытые сажей, импровизированные кострищи вокруг, журналы и... Ха-ха-ха, понятно. Кусты слишком густые, колючие, не пробраться. Стоп, я не могу пройти к этим ребятам, вы мне хотите сказать? Черт. Ба-ба-ба, стоп, лавочка. Скамейка. Потрепанные жизнью деревянные доски, скамейки выглядят не очень-то удобными. Ммм, лейтенант смотрит на... смотрит вниз по улице. На скамейке мы сможем вдоволь насыдеться, когда раскроем убийство. Идемте. Ха-ха, логичный парень, блин, серьезно. Ну что ж, есть логика в его словах. Белые занавески плотно затернуты, не дают заглянуть внутрь. А-ле-с-у-с-э-ну. Уж не знаю, правильно я читаю или нет. Внутри покрытые пылью простыни, высохшие тюльпаны на кровати. Штаны. Интер... Интер... Изоларные, ого. Королевство совести. У меня сейчас штаны дают минус. Как эквилибристики минус дают. И один к электрохимии. У меня есть джинсовые шорты. Скорость минус, скорость реакции. Без дебафа. То есть вот это единственное, что... Королевство совести. Может поменяем пока что? Давайте поменяем. Я хочу постараться носить вещи без дебафа, если такое получится. Сила воли. Ммм, да чего же восхитительные. Обычные штаны. Не слишком тесные, не слишком свободные. А во всех отношениях умеренные. Идеальные для посещения какого-нибудь ужина в приличном обществе. Люблю все обычное и нормальное. Ну, я-то знаю. Я-то знаю. Надеть эти... Интеризоларные... Блин, я пока научусь-то празднить. Интеризоларные штаны это как прикрыть срам идеальным компромиссом. Уже в таком виде мораль интерн на тебя не натравит. Мораль интерн. Ну, понятно, да. Ты стал чуть ближе к морализму, приятель. Чуть ближе к нормальным людям. Хотел ты этого или нет? Логично. Так всегда бывает, когда надеваешь скучные офисные брюки. Завершить беседу. Уж не дало ли мне это новую мысль? Джамракская охота. Нет, мысль новую мне не дало. А, кстати. Пустошь реальности. Осталось 10 часов. Блин, я это до вечера буду, получается, качать. Точила порядком истёртая и покрытая ржавчиной. Хорошо. Строительные материалы кто-то явно бросил строительство в спешке. Почему? Ха. Это я могу открыть, наверное. Я думаю. Я надеюсь. Магний. Боевой дух. И 45. Да. У меня... У меня 40 реалов. Еще денежка. От денежки я не откажусь. А вот это что такое? Бутылка. Она... Хорошо. Так, тут бабулька. Вот это вот у нас выходка опять же к пристани, да? Ну, с этой лодкой мы разбирались. Тут наша машина утонувшая. Вот тут. Да. Все верно. Хорошо. Пойдемте, наверное, вот сюда сначала. Хотя, чертова. Что тут в бочке? Деньги. Нет, 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 нет. Погоди. Вот это мне интересно. Надежно заперто. Отсюда невозможно загнуть внутрь. Ну, понятно, что невозможно. Погоди. А если... Ни ломиком, ни инструментом не помогает. Хорошо. Заперто и заперто. А это, как оказалось... А это, как оказалось, среди рыбы. А это, как оказалось, среди рыбы. Серьезно. То есть... Так. Бутылка. Восприятие. Сапоги. Я, кажется, тут сейчас приоденусь, да? Вот эти туфли, которые самообладание, но минус квалибристика. Я, наверное, поменяю на восприятие. Я не против одеться в нормальную одежду после... Лодка легко качается на волнах. Не привязаны. Деньги. Оп-оп-оп-оп. Стоп. Доски скрипят под твоим весом. Это намек на мой вес избыточный. Лестница ведет к косяку рыб в снычьих водорослях. Косяк рыб нас, видимо, не интересует. Что за девушка? Давайте поговорим. С монтировочкой-таки подходим. Лильен, рыбачка. Хорошо. Да, офицер. Женщина в дождевике стоит на причале и оценивающий смотрит на перевернутую лодку. На бедре у нее висит меч в ножнах. Хо. Чем-то я могу помочь? Это зависит от обстоятельств, где мы находимся. У меня есть вопросы. Первый, как твоим имя? Ну, давайте так. По очереди. В рыбачкой деревне, на берегу моря, она глядывается по сторонам. На этого места нет имени. Иногда его называют Нечитабль. А что? Называние улицы, которое сюда ведет, невозможно прочесть. А с самой постройки. Ее серьги звенят на ветру. Нечитабль. Ну, логично, да. Как твое имя? Лильян. Моим имя Лильян. Люди называют меня рыбачкой. Она указывает на сети. Пожалуй, мне есть время ответить на твои вопросы. Это, кстати, был уже второй. Логично. Блин, так и не поспоришь. Все так стелят ровненько. Ладно, хорошо. Точно. Ты постоянно путаешься. Я кое-что... Ну, логика мне говорит насчет моих вопросов. Окей. Я кое-что ищу. Может, ты сможешь помочь? Передать ей конверт. Меня попросили получить... А это ее подпись? Точно ее подпись? Так, погоди. Я кое-что еще... Можешь мне помочь? Посмотрим. Она слегка наклонит голову на бок. Кого ты ищешь? Я ищу пропавших криптозоологов. Зумчина хмурится. Кажется, я не знаю, кто это такие. Просветишь? Это искатели воображаемых животных. Это искатели животных, которых нелегко найти. Это искатели животных, существование которых отрицает ортодоксальную нау... Минуточку. Я знаю про ортодоксальную церковь. Есть ортодоксальная наука? Или она только в этой вселенной существует? Ребят, кто знает, напишите, пожалуйста. Ага, восклицает она. Вроде снежных людей. Снежные люди? Никогда таких не слышал. Здесь стерлись два странных парня. Рыли носом песок и болтали какую-то чушь про снежных людей и все такое. Все такое? А, кивает она. Не только про снежных людей, но еще про зеленых людей. Людей-обезьян, горящих носорогов. Можешь себе представить? О, ты можешь. Прекрасная картина. И куда они отправились? Нет, точно не знаю. Дальше вглубь полуострова, я полагаю. Во всяком случае, они ушли в том направлении. Оно указывает на север. Кого ты еще ищешь, кроме снежных людей? Мужу из рабочего класса. А, вот. Я вот больше поисками мужа не занимаюсь. Даже из среднего класса вздыхает. Она, может, какой-нибудь дворянин мне бы пригодился. Но, похоже, их больше не делают. У нас с тобой разные поиски идут, девушка. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Муж не для меня. Его жена попросила заняться поисками. Мне бы хотелось быть полезным, но я не видел от твоего мужа из рабочего класса. Может, я могу помочь найти кого-то еще? Значит... А уж не значит ли это, что мы упустили какой-то крест? Ну, ладно. Я больше никого не ищу. Так зачем я могу быть полезным, офицер? На самом деле, ищу кого еще. Так, хорошо. Про эклера я не буду говорить. Чем ты занимаешься? Как я уже сказал, в основном ловлю рыбу. Выхожу в море, заботюсь о детях, о сетях, хотел сказать. Ну, ладно. Сети расставляю. И сейчас канапачу маленький ялик. Что еще? Я продаю рыбу людям из дельты. Для их модных ресторанов. Национальная острова-лийская кухня. Того хватает на жизнь? Еще иногда я гуляю по пляжу и смотрю, что принесло волнами. Мне по море полно сюрпризов. Там вон тачку принесло. Ну, не волнами, конечно, но все же. Быть профессионалом, не скатываясь во флирт. Интересно, что тебе должно найти. Никогда не думал, что море может приносить что-то интересное. Прогулки по пляжу это довольно романтично. Ясно. Кажется, я понял. Позволь дать тебе еще. Давайте, в смысле быть профессионалом. Она приятный человек. Уж в какой-то мере нам попалась приятная девушка здесь. То есть до этого... Нет, бабулька была приятная, но она немножечко не подходила нам по возрасту и по семейному положению. О, весьма смеется она. Нахожу осколки стекла, обломки дерева. Время от времени мертвые тела, люди, животные, рыбы, другие странные морские создания. Один раз на берег вынесла мину. Что еще? Что еще она оглядывает пляж? Бутылки, еще наркотики, всякий потерянный груз. Но обычно просто дерево и стекло. Очень романтично. Так. Сейчас важный момент. Ты можешь спросить только о чем-то одном. Будет странно, если ты будешь проводить опрос по каждому пункту. Выбирай с умом. Почему? Нет! Нет, нет, нет. Риторика! Не делай так! Ай, черт! О человеческих телах могли бы пригодиться. Где она? Наркотики. Мне нужно больше информации. Я спец. Это место выглядит неважно. Почему ты не уйдешь отсюда? Ладно, довольно. Мне бы тут нужны были... Я бы спросил все на самом деле. Ладно, тела. Вы спрашиваете... Вы спрашиваете не того человека, офицера, качает на голову. Меня совершенно не интересуют утопленники. Я их достаточно в жизни повидала. Очень неприятная компания. Блин, жалко. Отличный меч. К сожалению, его продавали с трехлетней гарантией вместо истории. Она улыбается собственной шутке. Он просто для того, чтобы пугать народ. С трехлетней гарантией вместо истории. То есть, она хотела бы какой-нибудь классный старинный меч, но ей пришлось покупать новый, поэтому на него была гарантия. Вот к чему она огорчается. Прикольно. Погоди, а ты знаешь, как с ним обращаться? Не то, чтобы она смотрит на клинок. Я знаю несколько основных приемов и уверен, что в трудной ситуации меч лучше ножа. Разве не для этого придумали огнестрельное оружие? Огнестрельное оружие дорогое и не слишком надежное. Мне так кажется. Она пожимает плечами. К тому же, у меня дети, и я не могу держать огнестрельное оружие. Иногда достаточно острого клинка, чтобы держать народ в рамках. Зачем тебе пугать людей? Время от времени людям нужно преподать урок уважения. Такова реальность. Раньше на меня часто обращали в него мужчины. И поверь, хихикает она, мужчине периодически требуется урок хороших манер. Ну, судя по тому, как она выглядит, она очень симпатичная. И я могу понять, почему на нее обращают внимание мужчины. И к тому же, она одинока, как мы опять же видим из разговора. Если это так фигнило, почему больше женщин не вооружается? С чего ты это взял, улыбается она? Ха, правда в том, что почти все слишком запуканы, измождены, глупы и заморочены для этого. К мужчинам это тоже относится, но они притворяются ради нас. Делают вид, что все хорошо и что жизнь в дерьме их не смущает, как будто кто-то в это верит. Узри, указательная гримаса на своем лице. Это которая должна соблазнять женщину, это гримаса. Я надежный, ты можешь мне доверять. Это правда, большинство из тех, кого я встречал, были напуганы. Ну да, никто не хочет говорить о своих страхах, но именно страх делает людей по-настоящему опасными. И опасных людей очень много. Блин, с этим я согласен. Можешь удалить меч? Нет, боюсь, что не можешь. Она поднимает руку к рукоятке, ее глаза смеются. Хочешь конфисковать клинок, которым я защищаюсь от этих животных? Так ты станешь причиной моей безвременной смерти. Так а куда делись эти мужчины? Некоторые выучили свои уроки, отправились зализывать раны. Другие оказались более твердолобыми. Она опускает глаза. За одного из таких я вышла замуж. Да, видимо, она об этом очень сожалеет. Погоди, ну почему, если они твердолобы? Наверное, мне понравилась его манера истекать кровью. Выражение лица не меняется. Сложно сказать, шутит она или нет. Ну и где он сейчас? Он меня покинул. Покинул тебя? Никогда не оставил. Похоже, это делало пропавшим. Нет, это не делало пропавшим. Горье, перестань. И куда он отправился? Он ушел под воду. Она смотрит тебе в глаза. Море забрало его. Это было давно. А не ты его утопила случайно? О, ничего не говорить. Подождать, когда она продолжит. Давайте О. Он никогда не относился к Морю с уважением. Отправлялся по волнам пьяный в Драбадан. И, естественно, однажды лодку нашли пустой. Разбухшее тело внесло к берегу двумя неделями позже. Значит, не ты его убил. Ну, по крайней мере. Из того, что мы видим. А теперь, прежде чем начну с речи про то, как все соболезную, хочу сказать, что это было 4 года назад. Я уже не скорблю по жилистым алкашам. Долго не тоскуют. Да, смерть не что, срал я на это смерть. Так, ладно. Тебе следовало броситься в пучину вслед за ним. Время лучше лекарства. Это здоровая реакция. Прежде пережить и двигаться дальше. Нужно идти вперед. Мы рабочие люди. Не можем позволить себе валяться в постели и тосковать. Она скрещет руки на груди. Я похоронила его, погоревала, сколько положено, и продолжила жить. Она бросает взгляд в сторону деревни, где двое ребятишек играют с чем-то похожим на камни. Для нас с детьми жизнь не слишком изменилась. А, то есть эти два пацанов это твои. Хорошо, понял. Внушение. Еще не найдено подходящее место. Исследуй побережье. Из-за присутствия Кима ситуация довольно неловкая. Похоже, она готова отправиться на свидание с другим, гораздо лучшим алкоголиком. Поинтересуйся. Вам обоим это не повредит. Так. У нас основной минус, минус 6. В том, что еще не найдено подходящее место. Исследуйте побережье. Мы к этому еще вернемся. Я так понимаю, это твой ялик. Так и есть. Я назвала ее солнце. Только вчера просмолила. Надо... Там лодка просмоленная. Да-да-да, точно. Только вчера просмолила. Надо ее просушить какое-то время. Если, конечно, солнечная погода сохранится. Ладно, увидимся. Я к ней еще вернусь. Мы еще, как бы, не исследовали все побережье, да? Как нам говорит игра. То есть, это, возможно, наш шанс на свидание. Я почему хочу развить романтическую линию? И почему хочу свидание? Потому что, скорее всего, проблемы нашего персонажа как раз из-за несчастной любви. И из-за... Из-за того, что его бросила жена. То есть, мне кажется, если найти ему, ну, грубо говоря, возлюбленную, персонажа, с которым он сможет сходить на свидание, то, возможно, ему станет легче. И это в чем-то как-то ему поможет. Так, это мы возвращаемся обратно. Блин. Тут мы были. Интересно... А, почему я с ломиком... Да, я с ломиком хожу. Почему... Почему она ничего не сказала про кинемо утопленную? Это же явно должно было ее заинтересовать. Хотя с другой... Поп-поп-поп, стопа. Леда побережит, трещит и ходит ходуном. Это важная информация. Давайте я, пожалуйста, не провалюсь. Так же, я думаю, что если мы будем спать под той лодкой, это не придаст нам весомости, да? Ладно, хорошо. Оп. Стоп-стоп-стоп-то что-то было. Опа. Внутри раздается уютное потрясение какого-то нагревателя. Вот здесь, что ли? Надо с этой бабулькой поговорить, потом с детьми. Текст на указатель невозможно прочитать из нанесенных поверх граффити. Это круто. Детали рассмотреть сложно, но цвета теплые и приятные. Очень уютно. Может мы зайдем? Апа-па-па-па. Катка для цветов, в которой ничего не растет. Может весной? Может и весной. Давайте в домик зайдем. Потом, наверное, пойдем с этой бабкой поговорим. Может с детьми еще что-то посмотрим. Так. Тут ребенок сидит вообще-то. Брикеты промышленного угля горят сия оранжевым. Чучело. Я хочу забрать... Ну, давайте я заберу. Я не знаю, почему я хочу его забрать. Блин, я заперся в чей-то дом и забрал чучело. Я понял, что он дорого стоит, все дела, но... Блин, это как-то сейчас не по-человечески было. Кстати, да, взаимодействие нам для пули чего не хватает? Координации. У нас была минус координация, кстати, по-моему, на штанах или на этом. У тебя есть похожая винтовка. То есть у меня одни плюсы остались, минусов не осталось. Мне осталось прокачать, наверное, координацию, если уровень подойдет. Я думаю, что уровень когда-то должен подойти. 40. Координация у нас где находится? Энцикл 5, где драма нет. Погоди, где-то здесь должна быть. Вот эта стойкость. А, вот координация у нас будет, да? Бонус от мысли минус 1. Какая-то мысль дает мне минус 1 координации. Это неприятно. Ладно. Да, да, уйти. Все, убрать. И в 5. Давайте. Крошка Лили. Здравствуйте. На диване сидит девчушка не старше 5 лет. Она смотрит на тебя с искренним любопытством. Она крепко сжимает в руках мягкую игрушку, время от времени раскручивая ее. Я слышал, где-то здесь живет девочка, у которой есть перчатки от брони. Это ты? О, она выглядит насторожнее. У меня есть перчатки. Очень большие и тяжелые. Это она! Хорошо. А откуда у тебя эти перчатки? Нашла, когда мы с барашкой играли в прятки в пустом доме, где никто не живет. Думаю, кто-то их там спрятал. Где эти перчатки сейчас? Она надувает губы. Я их спрятал, а близнецы хотели их забрать, дураки. Она поднимает свою мягкую игрушку и смотрит в ее единственный глаз, будто ища поддержки. Близнецы, скорее всего, сыновья этой рыбачки. Нам нужны эти перчатки. По важному полицейскому делу. Он очень осторожный и четко произносит последние два слова. О, кажется, она не слишком хорошо понимает, в чем дело, но тон лейтенанта убедил ее в важности происходящего. Они в моем песочном замке. Девочка указывает куда-то в сторону. Позади нашего дома, в песке. Можете сломать замок. Он не очень получился. Блин, ты просто офигеть, какая классная. Спасибо. Вторая девочка, с которой мы общаемся, одна в книжном магазине. Она была классная, реально. И вот эта тоже, она не противная. Нет, ладно, это третья девочка, потому что Куна была первая девочка, с которой мы общались. Она отвратительная тварь. Ты дочка Лильен? Айс, это я. Я крошка Лили. И она пристально смотрит на тебя своими огромными глазами. Знаете мою маму? Да, мы уже встречались. Здорово, моя мама славная, кивает девочка. Она никогда не злится. И вообще, что это показать ей чучело-птице, которую ты снял с потолка? Это рябчик. Пищит она, широко улыбаясь. Возможно, тебе удастся задобрить Гарта, если принесешь что-нибудь взамен сломанного поморника, который почти наверняка ты сломал. Стоп, Гарт. Ага, это в гостиницу. Да, я понял. Мне вообще нужно вернуться до ночи в гостиницу. Понятно, что нужно вернуться. Но у меня же еще есть музыкальная бобина, которую мне нужно записать. Так, понятно. Но зачем он? Не знаю. Могу я его забрать? Я знаю одного человека, которому очень нравится чучело-птиц. Конечно, вы же его уже взяли. Мне он все равно не нравится. Он злой. Ха, он злой. Хорошо, хорошо. Главное, чтобы девочка не обиделась на то, что я забрал. Что это у тебя в руках? Это барашка, мой друг. Вроде как она поднимает игрушку, чтобы это мог ее хорошенько рассмотреть. Барашка, это мягкая игрушка в виде ягненка. Все указывает на то, что она знавала лучшие времена. И у него нет одного глаза. Пуговицы. Глаза-пуговицы, логично. И мех в нескольких местах полностью вытерся. Барашка мягкий на вид. Да, он очень мягкий. Она вдруг протягивает игрушку к твоему лицу. Прижаться щекой. Правда мягкий? Она права. Барашка очень мягкий. Она проводит белым мехом по твоей щеке. А потом снова усаживает игрушку к себе на колени и обнимает. Знаете, ребят, я могу сказать, что если игрушка любимая, то абсолютно не важно, насколько она потрепана и где у нее отсутствует мех. Это становится просто частью тебя. Поэтому я вполне понимаю, что ей не важно, как он выглядит. Это ее друг. Поэтому тут все логично. До свидания. Пока. Девочка, не спускай из тебя огромных любопытных глаз. Все сложилось просто идеальнейшее. Перчатки. Элили говорит, что спрятал перчатки в песочном замке. Найди их. И чучело отлично. Блин. Давайте мне не нужна лопата будет, чтобы я откопал перчатки. Он сказал, в песочном замке. В песочном замке. А, вот он. Все, я вижу. Я к ребятам сейчас еще вернусь. А, стоп. То, что... Ох, сколько тут еще и следует-то всего. Ну-ка. Блин, а он сломал... Кто-то забрал! Черт, я думал, все так просто будет. Песочный замок. Погода не пощадила. Песочный замок лили. Когда-то мощные башни теперь стремительно рассыпаются. Ты видишь, как что-то блестит там, где раньше, скорее всего, располагались разветвленная сеть подземных катакомб. Опустить руку в катакомбы и достать... Так, все сломано. Вы про замок? Лейтенант едва заметно улыбается. Управитель этих земель, видимо, переживает трудные времена, раз позволил своей твердыни прийти в такой упадок. Ким, да ты в теме! Так. Полученный предмет. Блин, я испугался, что кто-то их выкопал вместо нас. Стены и пол рушатся под натиском жадного великана. И перед тобой предстоит пара керамических перчаток. Поздравляю, вы нашли перчатки. На ниве сбора доспехов у нас сплошные успехи. А я могу их одеть? Плюс два техника. Что мне дают мои перчатки? Электрохимия. Давайте... Пофиг, я их одену. Смотрите, как они выглядят. Зальный анализ. Ты сжимаешь руки в кулаки и понимаешь, что можешь одним ударом отправить кого угодно в нокаут. Белокерамические перчатки удобно сидят на пальцах. Восприятие слух. При движении ты издаешь тихое постукивание, как будто где-то далеко катятся игральные кости. Броня приспосабливается к движениям. Я подойду к вопросу ответственно. Броня мне нужна для защиты, а не чтобы красоваться. Щеколевая броня. Давайте вот так. На 11. То есть я могу, по идее... Блин, если... Прикиньте, если было бы возможно собрать весь это. Я думаю, что возможно. Если бы мы стащили ботинки, каким-то образом помыли бы их. Мы могли бы сейчас носить уже два элемента брони. А, теперь я, наверное, немножечко об этом сожалею. Закаленная стекловидная эмаль шикарная и блестящая. Добавляет твоим щекам румянца и походки легкости. Только представь, как бы ты себя чувствовал в полном... Блин, зачем вы мне сейчас про полный комплект? Черт! Я ботинки уже упустил, тело уже увезли. А! Хотя я не знаю, какие могли быть последствия. Если бы я содрал ботинки, возможно, изуродовал бы труп и не докопался бы до основной причины. А, кто его знает. Теперь ты действительно чувствуешь себя увереннее. Все дело в неуязвимости. Даже если она частичная. Один готов, осталось еще два. Еще два элемента в смысле на груднике шлем, потому что ботинки-то уехали от нас. Это броня поможет мне набить карманы. Ага, это же столь вожделенная вражеская технология. Не могу просто получить довольствие. Так, давайте вот так вот. Два. Ты не ошибся, было же еще и шлем. Так что осталось три. Ты парень амбициозный. Так нет, ботинки я уже упустил. А, хорошо, хорошо, хорошо. Я сейчас доволен просто как слон. Ой, там... Там остатки моей мотокареты. Поеденные ржавчиной буквы мазут. Опа. Нужно вернуться сюда, когда пойдет снег. Странное чувство, оно быстро проходит. Понял, хорошо, учту это. Попробую не забыть. Быстрое перемещение открыто. Церковь. Я что-то, по-моему, пошел слишком далеко, да? Вибрации бочки. Музыка идет откуда-то изо льда. Так, а я могу вот это вот... Я могу туда попасть? А, ну почему бы и нет, собственно. Я думал, там просто прохода нет. Из ржавой воды на тебя взирает, собственно, отражение. Это очень важное замечание, как ни круто. Уровень... О, уровень уже почти подошел. Хорошо. Надо попробовать разобраться с пулей. Мне кажется, это очень важно. Тростник украшает заднее колесо мотокареты. Черт. Возможно, кстати, это не наше. Ой, тайник. Здравствуйте. Это я заберу. Это Нолан Венсен. Неудачная модель. Да, это не от нашей машины. Я что-то об этом уже подумал. Ну ладно. Неудачная модель. Сломанный телефон. Кто-то с такой силой швырнул трубку, что она разбилась. Видимо, был не очень приятный разговор. Церковь. Нет. Все-все-все. Пойдемте. От церкви... То есть к церкви мы еще с вами вернемся. Все в дырках. Может, в этих столбиках и спрятанных сокровища нужно заглянуть внутрь. Вот это тут налутать можно. Вот это тут налутать можно. Офигеть. Тут и обезболивающие, и эти... Два шестьдесят! Два, Карл, шестьдесят! Оп, это важно. Справа ты видишь белогрудого баклана, который смотрит на тебя с подозрением. Чувак, я тоже тебя подозреваю, если что. Должно быть, это потребовало немало времени. Да, сложить такое было бы трудно. Раскрашен мелками. Кто-то пытается сделать этот мир повеселее. Ну, я очень рад за него. Тут музыка играет? Мусор после какой-то бесконечной... Бесконечной вечеринки. Колышек внутри... Воткнутый в лед, чтобы держать палатку. Музлок, кстати, играет, да. Еще этнические рисунки. Это столбик покрыт маленькими человечками. Я могу? Нагромождение... Извечнита. Что, блин? Кто-то в окно в снег лист извечнита, который держится на двух столбиках. Я думаю, что мост. Техника едва держится. Может упасть в любую минуту. Возможно, сильного порыва ветра будет достаточно. Что это? Похоже на импровизированный мост. Он поправляет воротничок на холодном ветру. Удобно. Давай. Лист с глухим стуком падает на покрытый наледью снег. Отлично. Нужно поговорить с девушкой на льду и узнать, что здесь происходит. С этими словами он показывает на девушку рядом с палаткой. Я как раз это и собирался сделать. Но палатка мне тоже интересна. Полок палатки. Это даже не палатка, а просто кусток брезента, которым накрыто кучей каких-то вещей. Полок откинув. Внутри сидят два парня и слушают какую-то современную музыку. Такой ты еще не слышал. Один из парней смотрит на тебя. Андре. Камон, залезай давай и полок задерни. Тепло выходит. Погоди. С девушкой сначала поговорим. Ох, ну вот. Ассель. Лохматая девчушка лет 18-20 на вид стоит коленями на льду и держит руках какие-то... Какое-то электронное устройство. Слышав твое приближение, она поднимает взгляд. Здрасте. Дитя мое. На улице мороз, почему ты без шапки? Ай, она смотрит на тебя. Возможно, она не расслышала. Повтори погромче. Я сказал, что тебе не помешало бы надеть шапку. Тебе тоже. Лично я вообще никому ничего не должен. Я закон, я закон, ладно. Мне тоже. И она у меня есть. Указать на свой головной убор. Ой, я и не заметила. Да, такая шляпа. Это удобно. Тебе тоже нужна шапка, если ты планируешь и дальше оставаться на улице в такую погоду. Ну да, точно. Она пытается придумать, что еще на это сказать. Слушай. Да, к черту шапку. 3%? Зачем-то грубо. Извини. Я просто занята была. У меня вся семья матерится. Вот и перенял. На ее лице появляется болезненное выражение. Теперь она ответит на твои вопросы. Ну и давай, Асель. Асель, Асель, спасибо. Это крашеная блондинка. Темные корни, волос уже заметно отросли. Немного угловато. Да, за скромными манерами можно разглядеть некую мужеподобность. Аселя дальше. Я не твой воздыхатель. Я провожу в цельном полицейское расследование. Что ж, на некоторое время, как говорится, Бирже. Самое обычное имя. Что это у тебя за устройство? Это металлоискатель, наверное. Это она дышит на озябшие пальцы. Это переносное записывающее устройство для записи в полевых условиях. Качество получается довольно низким. Но что поделать. А провода? На самом деле здесь только один провод. И я его измочарила. Поэтому оплетка распустилась. Провод соединен с контактным микрофоном. Что такое контактный микрофон? Через контактный микрофон можно записать звук, который находится внутри чего-либо. Например, внутри этого льда. Логично. Твой исковерканный мозг хочет сообщить тебе о том, что существует профессиональный боксер по имени контактный мик. И что мне делается с информацией? А, так, да, ну а по поводу имени моей жены есть какая-нибудь информация? Как насчет матери? Эээ, неа. Извиняюсь. Занятно. А кто такой этот Орно? А, да, он смотрит на тебя, оценивает твой возраст. Полагаю, ты не знаешь, что такое One Egg. И в полизее никогда не был. Я пашу. Я не знаю, что это значит. Я верчусь. И это тоже. Это означает, что в моих пороховницах еще и... Я не знаю, но у меня есть неоспоримые доказательства моей крутизны. Это сломанный проигрыватель и разнесенный в пух и прах номер в гостинице. Круто! Девушка дышит на пальце. Похоже, она не знает, что сказать. Ты права, я не поспеваю за временем. Да пофиг. Она бросает на тебя странный взгляд. Это отстой. Девушка на ней прищуривается, будто пытаясь что-то вспомнить. Ну, сдается. Хочешь еще чем-нибудь поговорить о контактном мике, например? Контактный миг. Кажется, она не совсем поняла этот вопрос. Ну да, я его использую для записи. Нет, я... Ладно, проехали. Конечно. Если подумать, у меня к тебе есть вопросы, не связанные с микрофоном. Так-то. Что здесь делаешь такой холод? Записываю. И что именно ты записываешь? Кажется, трещина во льду, но точно сказать не могу. Для этого нужны наушники. Думаю, твои шаги тоже записались. Не знаю, как все это будет звучать. Она почесывает лоб. А что случилось с странными наушниками? Со старыми. А что с наушниками-то? Мой парень их продал. Те есть парень. Зачем? Ну, не знаю, чувак. Чтобы купить вещи, которые нужны для жизни. Ложь. Он явно заложил их. Темные дела. Зачем ты записываешь? Музыкант в полизии использует эти звуки в своих композициях. Они соединяют пленку, пускают по кругу. Получается музыка, состоящая из звуков трескающего света и подзвекивания ключей. Просто безумие. Сложно объяснить. Кивнуть. Ну, так вот. Я решил тоже что-то такое осозорить. Здесь вроде как музыкальное место. Она потирает плечи и оглядывается по сторонам. Я не слишком хорошо представляю, как это делается. Они используют синтезатор, а у меня синтезатора нету. Возьмите. Возьмите. Вы замерзли. Лейтенант. Начинай стягивать с себя куртку. Да на тебя нафиг. Я в порядке. Простите. Я не хотел посылать вас. Я извиняюсь. Все в порядке. Лейтенант отступает и бросает на темный значительный взгляд. Так. Вот тут бы и пригодился головной убор. Я не хочу ей шляпу отдавать. Она классная. Черт, я не сохранился. Сказал, здесь музыкальное место. Где здесь? Вот здесь. Она кивает на церковь. Парни думают, что тут можно устроить что-то вроде полизея. Глупо, конечно, это замолкает. Не будет похоже на полизей. И кто эти парни? Парни? Да, Андрея и остальные. Они внутри в палатке. Интересный расклад. Почему ты здесь мерзнешь, а парни сидят внутри? У них там слишком много вещей. Места нет. Каких вещей? В основном музыкальных. Вроде этого магнитофона, только больше. И там это вот забрать целые горы. Ты братья наушники что, продал парень? Давай вот так вот. Эти вещи стоят дороже, чем я. Дороже, чем любой из нас. Честно говоря, ничего страшного. А холод меня не смущает. Вероятно, все это амфетамины. Из-за них чувствуешь себя неуязвимым перед стихией. На самом деле, от холода они не спасают. Почему? Почему тебя не смущает холод? Мне надо вести запись снаружи. Чувствуй себя лучше рядом. О, берег разбивается волна, откидывая девушку... Откидывая девушку холодными брызгами. Тебе приходился бы головной убор. Да, возможно, ты был прав насчет этого. Я не помню, какая ветка диалога сюда вела. Черт, у меня были еще вопросы. Это было... Что ты делаешь, такой холод, да? Расскажи мне подробности об этом музыкальном клубе. Эмпатия. Т-3 процента. Так, так, так. На самом деле, у меня пока все. Завершить беседу. Шапка. У меня есть другая шапка, кстати. У меня, по-моему, две шапки было, нет? Вот это вот логика минус внушение. Это энциклопедия. Наверное... Можно сделать вот так. Черт, я думал, у меня есть еще какая-то шапка. Но у меня, похоже, ее нету, да? Хочу ли я эту отдать? Плюс одна логика минус одного внушения. В любом случае, это сейчас сработает или нет? Что ты здесь делаешь? Записываю. Это так. Вот это. Вот это. Вот это. Вот. Вот тебе не хуже, чем... Вот, тебе нужнее, чем мне. Спасибо. Девушка натягивает на себя головной убор. Он немного великоват. Хорошо. Я просто не хотел очень-то шляпу отдавать. Расскажи мне подробнее об этом музыкальном клубе, который вы планируете открыть в церкви. Мы хотим переделать ее во что-то типа клуба, анодной танцевальной музыки в новом стиле. Вроде того, что они создают на синтезаторах в Полизе. Только вот, да, она смотрит на деревянную церковь, на стропилах. Налетает порыв ветра, и шестиэтажное здание жалобно скрипит. Половицы коробятся, а устремленные к потолку балки медленно покрываются трещинами, как старые кости. Вряд ли от золотой дельты за грузовым портом на льду, неосвещенного побережья, стоят микроскопические фигурки. Никогда здесь не будет клуба с анодной музыкой. Да. Даже через миллион лет. Что такое анодная танцевальная музыка? Секретное задание выполнено? Фига себе. Ну, анодная, катодная музыки создается электронными инструментами. Какими еще? Это пульт микрокомпьютера. Все используют электричество, и при этом не являются гитарой. Они и найденные на стороне звуки используются. Все в этом роде. Ой, я себя покалечил, себя же восстановил. Это следующая ступень развития инструментов с усилителями, которая, в свою очередь, произошла от акустических инструментов. Что будет после? Что будет после? Интересно знать. Честно, ничего... Черное ничто или что-то более изысканное? Кто же знает. Значит, вы хотите превратить церковь в клуб? Понимаю, как это звучит. Она кивает на деревянную развалюху на берегу. Это не моя идея. Это место нашли Андрея с парнями. Предполагалось, что оно заброшено, но теперь они даже занять его не могут. Не поймите меня неправильно, но вы же копы, да? Да, почему-то спрашиваешь. Что ж, она нерешительно замолкает. Может, ты поговоришь с Андреей и парнями, потому что в этой церкви творится что-то странное. Раз ты полицейский, значит, должен провести... проверить, правильно? Посмотрим предпочтение чего-то. Я поговорю с ними, конечно. Они там внутри, она указывает на палатку. Было бы здорово, если бы ты поговорил с ними еще что-нибудь. Ладно, хватит. Эмпатии. На эмпатию мне все равно не хватит сейчас ничего. Так, я выполнил какое-то секретное задание. Что такое? Ладно, круто. Так, минуточку. Еще раз проверяем. Нам не хватало... Так, во-первых, ты очки, шляпу на день. Предметы пуля. Взаимодействие. Тебе не хватает координации. Координация. Это у нас здесь. Принять. 83%. Взаимодействие. Пожалуйста. Винтовка. Времен революции. Пуля похожа 4,46 из старых военных излишков в рубежах веков. Видимо, антиквариат или его модифицированная версия. Модель. Калибр 4,46 широко используется для винтовок Бель Магграф. Ревашольское производство. БМ была. Бель Магграф БМ. Ну да. Самым популярным оружием на острово-лийской антиатре военных действий. Предвековой революции 50 лет назад. Совершенно случайно у тебя при себе есть такая винтовка. Пыльная и старая. Из подвала той подторговой зоны. К сожалению, в использовании она непригодна. В противном случае пуля, вероятно, подошла бы. Кто-то до сих пор производит эти винтовки? Нет. Нет, но после войны армейские излишки достались Целегер, крупнейшему производителю огнестрельного оружия. Так что там вся встречается немало этих старых винтовок, обычно сломанных. Делали их из рук вон плохо. Кто использует Бель Магграф в наши дни? Любители антиквариата, партизаны и в отдельных странах. Некоторые удачливые джеммерские бандиты. Ты ищешь такую же винтовку, как из тайника с оружием, только в рабочем состоянии. Ммм, лейтенант, что-то отмечает в своем блокноте. Что вы думаете о пуле? Кажется, я знаю, откуда это. Разрешительно потрясти пакетом. Так, и выстрел, возможно, был произведен из винтовки Бель Магграфа, но у меня есть кое-что. Какие мысли нею. Покойничка стреляет за оружие. Давайте вот это. Антиквариат. Звучит правдоподобно в Мартинезе и даже во всем Ревошоле. Не может быть большего количества казнозарядного оружия. Почему? Конечно, торговля оружием все еще существует, но законы в анархических времен запрещают использование казнозарядного оружия. По моему впечатлению работают довольно эффективно. Ну-ка. Некоторые новобранцы РГМ после тренировки с армейским оружием раздражают наше дульнозарядное. Но в конце концов они понимают, что это к лучшему. Ну, в принципе. Запрет на использование сотрудниками внутренних органов казнозарядных винтовок. Политика, которая была введена моралистическим интернационалом во всех территориях зоны Реала. Что к лучшему? Быть застрельным? Я думаю, у нас должно быть более мощное оружие. Мы закон... Ты потерял свое оружие, если что. Оставляет задуматься перед каждым выстрелом. Это хорошо, да. Представьте, если бы все копы гражданские... Все копы гражданские имели доступ к огнестрельному оружию, Которое могло бы производить несколько выстрелов подряд без перезарядки. После первого выстрела, второй, третий и так далее сделать гораздо проще. Но вернемся к расследованию. Похоже, мы охотимся за любителями антиквариата. Вряд ли. Могла ли жертва быть связана с иностранными партизанами? Не принесли хорошие вооруженные бандиты с Джеммага прибраться в Мартинес? Есть что-то загадочное в таких антикварных. Так, давайте вот это, может быть. Давайте выясним, что это... Давайте выясним, это следующий шаг найти само оружие. Согласен. Супер. Я очень рад, что мы это обсудили, обговорили. Найдите рабочее оружие, которое стреляли пулями 444. Супер. Хорошо. Да, у нас тут есть ребята в палатке, но... Поскольку мы открыли себе шорткатец небольшой... О, этого не было. Рыбёшка... Рыбёшки носятся стайкой вокруг заборного столба, затем бросаются в рассыпную. Я слишком далеко пошёл, мы обязательно поговорим с ребятами в этом... Оп. В палатке? Где? Куда она? Куда моя надпись делась? Слышно, как она щебечет. Спасибо. Вот такие вот вещи иногда... Сюда я могу попасть? Стой. Вода течёт с запада, значит, источник там трубу прорвало. Нет, знаете чём? Пойдёмте. Пойдёмте обратно. Я слишком сильно уперся в эту территорию. Тут у нас есть ребята, тут у нас есть старушка, там сидят трое чуваков, с которым надо поговорить. Давайте мы здесь сохранимся, продолжим уже в следующий раз этого момента, поговорим со всеми здешними, обследуем эту зону, потом пойдём к церкви, поговорим с чувачками из палатки, и потом уже будет видно, что делать. По крайней мере, мы продвигаемся, это здорово. Спасибо, что были с нами. На этом у нас всё. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра, всем молодышек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok